Домашние вкусные ежки Всем привет! Сегодня в нашей домашней вкусной ежке продолжим тему новогоднего застолья. Предстоящий год у нас будет год крысы или называют еще белой мыши. Кому как удобно. И сегодня я предлагаю вам приготовить два маленьких бутерброда, мини-закуски. Что нам понадобится? Понадобится сыр или такие вот плавленые сырочки к завтраку готовые уже любые. По вкусу ваш вкус. Яички на примере и перепелиных покажу и куриных. Печенье крекет. Можно вот квадратные, можно круглые. У кого нет ни того, ни другого печенья, ничего. Мы вот из хлебушка можем сделать греночки, порезать небольшими, обжарить их. Можно и на хлебе. На белом, на черном. Какой вы кушаете, такое и пойдет. Немного сливочного масла. Можно вот творожный сырок у меня есть. Тоже не помешает. Попробую и с ним. А, да. Сосисечка одна. Для украшения оформления понадобится перец горошком. Ну и хорошее предпраздничное настроение, чтобы все у нас получилось красивым, веселым, задорным. Ну и обязательно это должно быть вкусным. И начнем мы свое приготовление. Оформим сырную тарелочку. При помощи кондитерского такого мешочка нанесем масло на печенье. Ну вот так или приблизительно так. Может кто-то это умеет делать более профессионально. Масло при желании можно добавить немножко пищевого красителя и сделать обводку вот зелененькую, желтенькую, разноцветную. То есть это как бы как идея, а вам как хочется более натуральное можно оставить и с таким цветом. Напоминаю, что если у кого-то нет под рукой печенья, его можно заменить хлебом. Сделать маленькие греночки, обжарить их на растительном масле и подойдут тоже для этих бутербродов. Ну и теперь будем пробовать сделать мышонкам. Берем вот кусочек такой, ну не кусочек, а как один сырочек. Я заранее уже приготовила, порезала сосиску как бы ушки. Два перчика черных взяла, это будут глазки у меня, при помощи вот обыкновенной такой трубочки сделала носик, я посмотрю будет как он смотреться, или все-таки черненький перчик лучше положить. Ну и из укропчика вырезала, нарезала палочек, подготовила усики. что же получится у нас на самом деле. Так, хвостик оборвался. укропчика укропчика что мы делаем сейчас я сделаю сначала, наверное, глазки чтобы нам определить так носик и ушки делаем такие вот надрезы и в них вставим нашу колбаску и вставим Так, ну, довольно-таки милый мышонок, это получается как головка только, да, от голова. Наши крыски, ну, и теперь усики, ну, скажу вам, прямо-таки миленько получается. Вот таких сейчас мышат я сделаю, ну, всех наделаю, и потом будем уже дальше оформлять наш бутерброд. Вот, ну, вот, готовы мои мышата, так называемые. Что хочу сказать, я им заменила усы немножко попышнее, сделала вот такие веточки. Не обязательно делать надрезы, это уже по ходу мне так делала-делала и дошло. В сыре можно вот просто сделать в колбасе вот такой вот формочки, и она вот просто одевается никуда, не девается. Потому что, когда сыр я надрезала, он там где-то в одном месте у меня лопается, получается, лопнул. А так, симпатяшки, на мой взгляд. Что вы думаете по этому поводу? Жду от вас комментариев. И сейчас мы их уже будем высаживать на наши украшенные маслом печенюшки. Ну, а здесь уже каждый сам решит, как ему... Вот. Усики распрямим. Причешем. И вот такой мышонок нас ожидает в следующем году. Я для примера взяла и такие, и такие, как вы видите, печенье, квадратненькие, кругленькие. У вас они могут быть одинаковые. Или вот так же для разнообразия сделать... Чем не закусочкам, чем не украшения праздничного стола. Ставьте лайки. Пишите в комментариях. Все, что вы хотите. Поздравления, замечания. Я все приму с радостью. На темной тарелке, мне кажется, они лучше смотрятся. Четче. Ну, вот, чего-то не хватает. Я решила, раз это у нас сырная тарелка, все-таки такая, и это мышата, им серединочку сейчас порежу сырка и добавлю сыром. Вот такая красота в конечном счете у меня получилась. Ну, назову эту сырную тарелку сегодня. Станьте мыши, станьте в круг. Они вот так, кружочки стоят. Так, друзья, и сейчас займемся вторым блюдом, которое будет тоже у нас крысы или мышата, крысята. Они будут вот из куриных яиц. Я сварила перепелиные и куриные. Ну, на примере куриного, начну с куриного яйца. Оно побольше и, наверное, будет проще нам репетировать. Ну, то есть мы выбираем более гладкую, красивую поверхность, чтобы это у нас было так называемым лицо, спинка нашей мышки. А вот здесь, где уже я вижу желточек пробивается, мы делаем небольшой надрез. То есть плоскость у нас будет ровненькая, пузико мы срежем. Надрезали, вот как бы будет хорошо ей стоять плоскость такая. Это место можно, если мы вытащим желточек, вы помните, как в прошлом году мы фаршировали яйца, у нас были поросятам. Кстати, можно проводить год, сделать и поросяток. Ссылочка будет внизу в описании, каким же блюдом мы будем провожать Старый Новый Год. А это уже будем встречать Новый. Чем можно нафаршировать? Я сегодня не буду ничем фаршировать. Сегодня будет просто вот украшение блюда и праздничного стола. А нафаршировать любым паштетом, рыбным, мясным, грибным, какой есть. Или вот мы делаем, можно сделать, как бы мы называем чесночницу. Сыр с яичком и с чесночком немножко потереть. И в пузиком набиваем. Но это уже на ваше усмотрение. Как вы придумаете, как вы приготовите, так и будет. Сегодня мы делаем мышат. Все то же самое, как и в первом блюде. Я заготовила ушки. Ну, здесь у нас будет цельная мышка. Еще сделала и хвостик у нас будет. Поэтому определяем, где у нас вот эта более такая вытянутая часть будет носиком. Носиком. Лицом. Если в сырочек оно хорошо входило, то здесь, наверное, нужно сделать, будет делать проколы. И уже в отверстие вставлять. Ну, я вставляю перчик. Можно гвоздичку. Она с ножкой, наверное, еще даже будет лучше держаться. Там и прокол не надо будет делать. Так. Так. Продолжение следует... И где-то вот здесь ставим ушки. Продолжение следует... Так... 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 в ходе работы у меня произошли небольшие изменения все-таки хочу сказать сырочком быстро вы видели мы сделали этих крысят потому что колбаску мы накладывали на сырок и все было как бы очень удобно попробовала я с перепелиным яйцом проделать все то же самое что из большой большим яичком куриным делаю надрез колбаса она мягкая сосиска и плохо входит в этот в разрезе получается что яйцо лопается ломается и вида никакого нет у нас не по ну не красиво получается и это дело я отставила почти на сутки думала думала уже обойтись одним одними закусочками что мы делали бутерброды с сыром но потом где-то что-то подсмотрев еще раз в очередной раз я вижу что девочки делают ушки можно сделать при помощи морковки сырой вот я такой нож слайзер тоненько нарезала морковь она вот прямо шинкует и и так тоненько хорошо вот при помощи обыкновенной вот пробочки из-под пузыречек вот я не знаю из под лекарства из-под чего он тут у нас стоит я наштамповала ушек по размеру потому что морковь все-таки большая а ровно кругленькая у меня не получается вырезать и время сэкономить вот любой пробочкой можно это дело штампануть и получится у нас ушки и хочу сказать что с морковкой получается очень быстрее быстро также мы пузико надсекаем захотели нафаршировать на сама морковь она делает надрез в нужном нам месте и хорошо фиксируется вот раз и и как бы уже получается более аккуратный у нас крысенок мышонок поэтому я заменила пробовала то и то вот уже у меня получилась такая композиция мышат ну и заготовочки есть я сейчас продолжу вот так же вместо глазок у меня перчик так что оставайтесь с нами посмотрим что у меня получится в конечном результате ну вот у нас получилось вот такая тарелочка повторюсь что это могут быть фаршированные яйца украшенные вот в стиле нового года у меня даже получился такой красной шапочки дед мороз вы можете оформить немножко по-своему вот такая тарелочка с фаршированными яичками в виде мышек крысок будет я думаю украшением вашего праздничного стола кому было полезно мое видео ставьте лайк не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы не пропустить мой следующий выпуск и комментарии пишем комментариях как вы в этом году встретили новый год что готовили новенькая или какие-то у вас есть старые ваши рецепты любимые присылайте мне их мне будет тоже интересно и возможно через 12 лет я повторю вашу крыску но пока всем всех поздравляю с наступающим новым годом желаю здоровья счастья благополучия ну и вкусных вам праздников до встречи на кухне и на рыбалке всем пока пока и там и и и и и